Библейский портал экзегет.ру представляет 26 глава книги чисел перевод российского библейского общества для библейского портала экзегет но 25 главе описан мор который постык израильтян когда они стали смешиваться с местными язычниками меденитянами с девушками и через эти союзы они так или иначе уклонились в язычество и как все потом было плохо ну а поскольку странствия подходят к концу через пустыню то в начале книги была перепись здесь сейчас будет тоже 26 глава после того как мор закончился вот тот самый господь сказал монисею или азару сына священника арон арон уже умер ли азар его замещает сделайте переписи общине сынов израилевых по родам всех от 20 лет и старше способных носить оружие все то же самое да на муавское равнение у иордана напротив иерихона моисей священник и лазар сделали перепись людей от 20 лет и старше как и повелел господь моисею вот сына израилева ушедшие из египта рувим первенец израиля потомки рувима от еноха род еноха от полу род полу от хитсрона род хитсрона откорми род карми это роды потом роды потомков рувима в списке было внесено 43 тысячи семьсот тридцать человек для чего кстати это нужно ну вот люди того времени очень нуждались в том чтобы найти своих предков чтобы стать частью своего народа им нужно знать как история их предков соотносится с историей этого народа и это здесь есть для нас это тоже бывает важно я вот уже приводил например скажем сайт подвиг народа где имена ветеранов их награды их истории приводятся и люди находят своих предков им это очень важно сын полу и ля в сыновей ля в немуэл дата на аверам это те самые дата на аверам из числа самых уважаемых людей общины которые вместе с курахом и его сообщниками восстали против моисея рона восстали против господа раскрыла тогда земля свой зев и поглотила их вместе с курахом погибли все их сообщники 250 человек уничтожил огонь как знамение предупреждение однако сыновья кураха не погибли вот даже и трагические неприятные эпизоды здесь вспоминаются но куда уж сденешься от истории потомки симеона по родам от немуэла сын немуэла от ямина сын ямина от яхина род яхина от зераха род зераха от саула род саула это роды потомков симеона 22 тысячи 200 человек потомки гада по родам от сифона род сифона от хаги род хаги от шуни род шуни ну логично но все равно это приводится так от озни род озни от ири род ири от арода рота рода от арели род арели это роды потомков гада в списке было внесено 40 тысяч пятьсот человек сыновья иуды эр и онан оба умерли в ханаане то есть еще до всего этого до переселения в египет потомки зараха род зараха потомки парыца от хитрона род хитрона от хамола род хамола это роды потомков иудов списке было внесено 76 тысяч пятьсот человек потомки из сахара по родам от тулы род тулы от пувы род Пуве, от Яшува, род Яшува, от Шимрона, род Шимрона, это роды потомков из Сахара, в списке было внесено 64 300 человек, потомки Завулона, по родам, от Середа, род Середа, от Элона, род Элона, от Яхлоэла, род Яхлоэла, это роды потомков Завулона, в списке было внесено 60 500 человек, потомки Иосифа, Моносии, Ефрема, ну то есть два племени восходят к одному сыну, Якова и Иосифу, по родам, потомки Моносии, от Махира, род Махира, у Махира был сын Галаата, От Галаада род Галаада. Вот потомки Галаада. Иезер род Эзера. От Хелока род Хелока. Асриэл род Асриэла. Шехем род Шехема. Шемеда род Шемеды. Хефер род Хефера. От Сыловхада сына Хефера. Не было сыновей, а только дочери. Имена дочерей Сыловхада. Махла, Нуаху, Гла, Мелька и Терца. Пять девочек, не одного сына. Да, как он старался. Это роды потомков Моносии. В списке было внесено 52 700 человек. Потомки Ефрема по родам. От Шутелаха род Шутелаха. От Бехера род Бехера. От Тахана род Тахана. Вот потомки Шутелаха. От Ирана род Ирана. Это роды потомков Ефрема. В списке было внесено 32 500 человек. Таковы потомки Иосифа по родам. Потомки Вениамина по родам. От Белла род Белла. От Ашбелла род Ашбелла. От Ахирама род Ахирама. От Шефуфама род Шефуфама. От Хуфама род Хуфама. У Беллы были сыновья Арт и Нааман. От Арда — род Арда, от Наомана — род Наомана. Это потомки Вениамина по родам. В списке было внесено 45 600 человек. Потомки Дана по родам. От Шухама — род Шухама. Это роды потомков Дама. Всего в родах потомков Шухама было записано 64 400 человек. Потомки Асира по родам. От Имны — род Имны, от Ишви — род Ишви, от Берии — род Берии. Потомки Бери, от Хевера, от Малкиэла, род Малкиэла А дочь Осира звали Сырах Дочери здесь отдельно упомянуты Потому что иногда в ситуации, когда не было сыновей То дочь продолжала род И ее потомки считались потомками ее отца Это роды потомков Осира В списках было внесено 53 400 человек Потомки Нефалима, по родам От Ехцеэла род Ехцеэла От Гуни род Гуни От Есера род Есера От Шеляма род Шеляма Это роды потомков Нефалима В списке было внесено 45 400 человек Таковы итоги переписи сынов Израилевых 601 730 человек Вот такой большой народ Господь сказал Моисею Земля должна быть роздана им во владение По числу людей Многочисленным племенам Дай большие наделы Малочисленным малые наделы Пусть каждое племя получит надел В соответствии с числом людей по списку Землю же следует распределять по жребию На каждое племя по наделу И большие и малые племена Должны получить наделы по жребию Почему по жребию? Чтобы не было какого-то, знаете, вот этого ощущения Что одним лучше, другим хуже Потому что Земля вся разного качества В разных местах И вместе с тем Наделы должны быть спропорциональны Вообще-то два конфликтующих принципа Если по жребию То должны быть изначально равны эти участки Значит, очевидно Все-таки потом какая-то подгонка По размеру должна была производиться Вот итоги переписи потомков левия по родам Почему отдельно левиты? Потому что они служат при скинии Потому что они не имеют своего отдельного Земельного надела От Гершона род Гершона От Кихата род Кихата От Мирари род Мирари Роды потомков левии Род Ливни Род Хеврона Род Махли Род Муши Род Короха У Кихата был сын Амрам Жену Амрама звали Иохевед Дочь Ливии И она родилась в Ливии в Египте Иохевед родила Амраму Аарона Моисея и сестру их Мирьям Отдельно вот род, соответственно Моисея, его брата и сестры У Аарона были сыновья Надав и Авиуд Или Азара и Тамар Надав и Авиуд погибли Когда принесли Господу чуждый огонь Мы не знаем, что был за огонь Возможно, тоже какая-то форма языческого культа Которую они попытались присоединить К почитанию единого Бога Всего в список было внесено 23 тысячи левитов мужского пола В возрасте старше месяца Они не были включены в список сынов Израилевых Потому что, в отличие от остальных сынов Израилевых Не должны были получить на дело То есть, вот, перепись связана Прежде всего с необходимостью распределения Земли между родами И потом эта земля за ними и остается Такого был список сынов Израилевых Составленный Моисеем и священником Илеазаром на Муавской равнине У Иордана Напротив Иерихона В нем не осталось никого из списка Составленного Моисеем и священником Аароном в Синайской пустыне Те, кто изначально вышли из Египта Ведь Господь сказал о всех тех людях Что они умрут в пустыне Вот никого из них не осталось живых Кроме Калева сына Ифуны и Иисуса Новина Ну и самого Моисея А эти двое, они при разведке в Ханаане Принесли правдивую весть И убеждали израильтян войти В эту обетованную землю Собственно, книга чисел Потому так и называется По-русски, но изначально по-гречески Это название было дано Потому что здесь перечисляются Те израильтяне, которые Странствовали по пустыне вначале И ближе уже к концу этого перехода Ну а о том, что касается дочерей Вот о том, как участвовать женщинам В этом наследовании Будет сказано в следующей 27 главе